Я всех приветствую! В данном видео я расскажу о том, как можно исправить текстурные координаты у тех моделей, которые вы получили в результате их рипа из трёхмерной игры, например. То есть, например, я попробовал рипнуть модельки сцену из игры Race Driver Grid. Всё у меня прошло успешно. Хотел я уже было обрадоваться этому успеху, но потом, когда импортировал эту сцену, да, рипнутую, но потом я посмотрел поближе на модельки и увидел вот такое вот мракобесие. Такие вот кошмары. То есть, как мы видим, текстурные координаты у нас какие-то неправильные. Текстурки накладываются совсем не так, как они должны наложиться. И вот как эту проблему решить, как раз я на эту тему и в данном видео расскажу. Сразу оговорюсь, что всю необходимую информацию по этому вопросу я нашёл вот в этой вот статье и ещё вот в этой. То есть, они, в принципе, похожи, только вот эта статья, она в целом освещает, как процессы рипа, то есть 3D Reaper, как вытаскивать, значит, модели, текстуры из игры. А вот эта статья, она именно посвящена целиком и полностью исправлению текстурных координат. В общем, ссылки на эти статьи я оставлю в описании к видео, если любопытно, можете сами посмотреть. Итак, значит, что нам необходимо для того, чтобы исправить данную проблему? Нам нужно скачать UV Repair скрипт для 3D Max. Вот у нас здесь есть ссылочка на этот скрипт. Вот. Я уже скачал этот скрипт. Да, вы видите, он говорит, что уже закачали. Сразу скажу, что если вы, например, из-под хрома попытаетесь загрузить этот скрипт, то, возможно, хром начнёт ругаться, говорить, что там вредоносное ПО и так далее. Поэтому либо качайте каким-нибудь донлоуд менеджером, например, ну, то есть, менеджером загрузок, ну, или из-под другого какого-нибудь браузера, ну, я, например, из-под оперы. Вот, скачивается у вас архив со скриптом, я его уже распаковывал. Вот, получается, у нас такой UV Repair Tool MS скрипт, расширение Max скрипт. Дальше я его скопировал для удобства в корневую папку 3D Max. Ну, вот сюда вот скрипт. И вот у меня, значит, лежит теперь копия папки в корневой 3D Max, папки скрипты. Итак, что нам дальше нужно сделать? Значит, мы... Нам нужно выбрать... Да, значит, мы идём в Max скрипт и в Run Script. Здесь выбираем UV Repair Tools. Так, у нас появляется вот такое вот окошечко с 9 кнопками. Так, теперь нам необходимо выбрать нужную нам модель. Так, вот у меня уже модель выбрана. И просто поочерёдно мы нажимаем на вот эти вот кнопки. Ну, например, вот нажимаю. Видите, у нас текстурные координаты поменялись. Текстура стала по-другому накладываться, но всё ещё неправильно. Я нажимаю следующую кнопку. И вот, о чуду, у меня, значит, всё правильно стало. Повторяю дело с колёсами, с лобовым стеклом. Вот, видите, у меня для всей машины текстурные координаты искомые находились вот в третьем канале. То есть вот вторая кнопка, вот три. То есть вот эти вот названия игр, автор этого скрипта, он объясняет, что вы не смотрите там на названия, какие написаны на кнопках. Просто он когда пробовал исправлять текстурные координаты в различных играх, он заметил, что для одной игры они в каком-то в одном канале. Для Мафии 2 во втором канале находятся искомые координаты. Для Watchmen в третьем или в четвёртом. Для Call of Duty там в шестом, в прототипе, в седьмом и так далее просто. И он назвал, как бы, вот эти вот кнопки по названию игры, в которой, значит, он находил нужные координаты. Вот, таким вот образом. Так, ну вот, например, давайте. Make это теперь, машинки. Применим. То есть у нас наши текстурные координаты теперь исправляются. Вот у нас тут ещё пилот сидит. Давайте мы его попробуем. Так, видите, может случиться так, например, что... Да, у одних моделей в игре могут быть искомые текстурные координаты в одном и том же канале, а у других в другом. Поэтому просто мы начинаем дальше искать. Вот видите, у нас для... Для модели пилота у нас... Так. Здесь у нас почему-то не сработало. Давайте мы сейчас вот что сделаем. Иногда может случиться так, что... Да, вот как у меня сейчас и случилось, видите. То есть текстурные координаты на самом деле... Поменялись. Фактически. Но из-за того, что у нас есть множество различных моделей, там... Модель коллизий, там, или ещё чего-то, или там, модель для тени и так далее. То есть у нас один и тот же объект, он может быть на самом деле состоять из нескольких дублированных моделей. Вот, видите, то есть я первый раз просто нажал и... Не на ту, в общем, модель, не та модель выбралась. И поэтому, когда я нажал на нужную кнопку, то якобы ничего не произошло. На самом деле я просто выбрал не вот эту модель, а вот эту. Поэтому я сейчас её просто переместил. И всё сработало. То есть я теперь точно знаю, что у меня, например, вот эти вот low-poly машинки, у них текстурные координаты находятся... Надо нажать вот на вот эту кнопочку. Тогда всё поправляется. Вот. А если нужно исправить текстурные координаты... Так, вот видите, у меня сейчас снова... Там как-то глючно это всё. Так, сейчас... Вот, давайте снова с пилотом попробуем. Да, видите, снова я попал не на ту модель, просто-напросто. Вот, видите, всё сработало. А я у него стекло... Стекло... Вот, что ли там как-то убрал... Или что... Или что... Да, видимо... Ну вот, всё нормально. Таким вот образом. Ну и так же дело обстоит со всем остальным. То есть... Вот у нас песочек... Я, видимо, опять не туда попал, на ту модель. Снова не туда попал. Давайте какой-нибудь кран... Или грузовик исправим, что ли. Вот. Совсем другое дело. Так, вот таким вот образом у нас и происходит... Правка.